добрый день уважаемые садоводы меня зовут юлия кондратенок и я вас приветствую на канале про цветок сегодня я хочу поговорить с вами о такой интересной теме как колонны в последнее время появилось очень много объявлений на сайтах интернет ресурсах в журналах о различных сортах и видах плодовых растений колоновидной формы колоновидные яблони колоновидные груши вишни черешни даже колоновидная красная самородина выбор предложений очень велик однако здесь прячется маленькая тайна дело в том что истинно колоновидные могут быть только яблони это генетическая мутация которая когда-то возникла в канаде у одного единственного сорта даже правильнее сказать у одной единственной почки на дереве яблони макинтолш которая затем была вовлечена в селекцию от которой произошли все колоновидные формы колоновидные формы именно яблони среди остальных пород культурных наших плодовых растений истинно колоновидных до сих пор не существует есть так называемая компактные или споровые формы в чем их особенность во первых они ветвятся но ветвление у них идет по типу очень сближенному деревья такой формы имеют кипарисовидную крону то есть сжатую очень узкую но они повторюсь ветвятся вторая особенность этих сортов они очень теплолюбивы подавляющее большинство компактных сортов груши вишни черешни сливы являются по своему происхождению южными итальянскими французскими южноамериканскими или из южных штатов северной америки и в нашем климате к сожалению очень сильно страдают ближайшие по географическому положению и происхождению компактные сорта груши происходит из краснодарского края но к сожалению несмотря на все свои достоинства а именно низкий рост компактная крона они оказались даже в условиях центральной зоны белоруссии незимостойкими практически все эти образцы завезенные нами из северокавказского института вымерзли и по моему личному опыту наблюдая за такими сортами у частных любителей в частных питомниках садах могу сказать что они без контейнерной культуры у нас вымерзает в первую же неудачную зиму но тем не менее интернет пестрит объявлениями на тему продам колоновидный персик колоновидную грушу колоновидную вишню и так далее что же на самом деле предлагают нам такие недобросовестные питомниководы и интернет ресурсы дело в том что современная наука уже достигла таких высот такого развития что способна на каком-то этапе регулировать рост и развитие дерева для этого существуют вещества ретарданты переводе замедлители они ограничивают ветвление и рост дерева молоденькие саженцы обработанные ретардантом перестают ветвиться и какое-то время сохраняют колоновидную форму они закладывают цветочные почки они цветут и плодоносят но без использования этих веществ они начинают потом ветвиться дальше как истинный как настоящий исходный сорт который был привит и мы в результате получаем классическое развесистое дерево это в лучшем случае к сожалению не все питомниководы способны купить это вещество она стоит довольно таки дорого и не все умеют им пользоваться потому что нужно выдерживать не только сроки внесения но и концентрацию препарата поэтому некоторые товарищи используют гербициды в очень маленькой концентрации и тогда такое растение перестает на какое-то время ветвиться но не потому что она колоновидная потому что ему элементарно плохо оно болеет и такое растение если не погибает то через два-три года как только из организма его вымывается гербицид начинает пускать боковые веточки опять же возвращаясь в свою исходную форму анализ сортов колоновидных пород плодовых деревьев которые приводятся на различных сайтах привел к следующим выводам в лучшем случае вы получите компактную форму дерева что тоже надо нас надо сказать весьма неплохо они экономят время они имеют сдержанную форму роста они дают хорошие урожаи в остальных случаях это либо обычный сорт который выдают за колоновидный который на самом деле таковым не является либо просто обработан тем же самым ретардантом либо гербицидом но небольшой концентрации и наконец самое обидное когда вы покупаете какой-нибудь сорт типа муравушка а и он на самом деле не существует в природе вообще эта фантазия питомниковода либо того интернет ресурса того продавца который таким образом решает продать подороже образно говоря не ликвид то что залежалась и тогда вас ожидает неприятное разочарование по сути дела это значит покупать кота в мешке такое растение может оказаться незимостойким не соответствует своему сорту либо элементарно больным отравленным гербицидом который очень быстро погибнет и по сути дела вы выбросите деньги на ветер и не получите нужного вам результата вы спросите а как же избежать такой ситуации во первых при покупке саженцы желательно потребовать два документа паспорт производителя подтверждает что питомниковод честный законопослушный налогоплательщик и выполняет все требования нашего законодательства а второе попросить у продавца сертификат карантинно-семенной сертификат на сорта дело в том что эти сертификаты выдают исключительно государственные органы и выдают только на те сорта которые реально существуют и внесены в госреестр и если вы там не находите заявленного сорта есть серьезный повод усомниться в добросовестности продавца и наконец если вы покупаете через интернет ресурс через рассылку вы можете зайти на сайт государственного учреждения допустим института плодоводства зайти в государственный реестр сортов и свериться а есть ли этот сорт вообще у нас белоруссии зарегистрирован ли он приспособлен ли он к нашим условиям чтобы не было потом мучительно больно и обидно за потраченное время и средства дело в том что к размножению и распространению на территории республики страны допускаются официально только те сорта которые прошли испытания таким образом мы предупреждаем появление недобросовестных производителей а также предупреждаем ваши потери чтобы вы не тратили зря и время и деньги и силы на выращивание того что заведомо у нас не вырастет сейчас перейдем непосредственно к настоящим колоновидным сортам повторюсь это исключительно сорта яблони причем строго определенные не бывает колоновидной антоновки или белого налива или штрефеля это сорта преимущественно российской селекции подмосковной такие как московское жерелье президент червонец медлог все они ведут происхождение исключительно в той первой почечке на сорте дерева макинтош они сейчас колоновидные сорта яблони отличаются очень большим разнообразием как по срокам созревания то есть вы можете выбрать сорта и летнего и осеннего и зимнего срока созревания как по окраске них присутствует весь спектр окраски яблони от практически белых светло-желтых как у медка до золотисто-красных как у червонцы и всех возможных спектров вкуса тот же самый медок название говорит сам за себя он чисто сладкий есть кисло-сладкие сорта есть кисло с предладанием кислинки в чем их особенность во-первых при покупке колоновидной яблони обязательно интересуйтесь на каком подвое ваш саженец если вам говорят что это подвой сильнорослый либо семенной либо средней силы роста следует насторожиться дело в том что на сильнорослых подвоях и средний рост такие сорта очень много сил отдают именно на рост в результате вы получаете шикарную колонну высотой 3-4 метра но эта сила роста идет в ущерб плодоношению соответственно урожай будет небольшой дальше колонны привитые на сильнорослый семенной подвой поздно вступает в плодоношение и когда она начинает плодоносить это обычно дерево высотой 3-4 а то и выше метров на верхушке которого реет корзинка яблок согласитесь что нас это тоже не устраивает поэтому все колоновидные яблони должны быть привиты исключительно на карликовые подвои например шестьдесят два триста девяносто шесть или пятьдесят четыре сто восемнадцать эти два подвоя наиболее приспособлены к условиям нашего климата средние полосы они прекрасно пойдут в подмосковье на юге украины в любых других местах эти подвои приспособлены к нашим зимним морозам они хорошо заякорены в почве особенно пятьдесят четыре сто восемнадцать на юге беларусь и юге россии на украине хорошо идут подвои английской селекции например м9 или м106 в наших же условиях они более чувствительны к морозам их корни повреждаются во время бесснежных холодных зим на таких подвоях на карликовых колоновидные яблони проявляют свои лучшие качества а именно сдержанный рост слабое ветвление быстрое вступление в плодоношение и обильный урожай следует помнить что по мере роста таким яблонькам может понадобиться подвязка а именно колышек почему какая бы ни была корневая система уклоновых она все равно уступает по своей удерживающей способности в земле семенным она более компактно она слабенькая поэтому чем старше дерево тем сложнее ему держаться в почве соответственно кол каждому дереву особенно когда она начинает плодоносить некоторые наши любители считают что колонна не ветвится в принципе но это не совсем соответствует действительности она образует веточки но маленькие и их можно удалять особенно когда они очень сильно начинают догонять главный проводник их удаляет на замену вырастают новые вот их тоже через три-четыре года мы удаляем самое главное условие если вы хотите сохранить красивую колоновидную форму дерева не повреждать верхушечную почку ни в коем случае не срезать проводник если это будет сделано вы получите шикарное дерево кипарис ветвящееся вот но это будет не колонна это уже будет правильнее сказать компактное дерево но зато с очень высоким урожаем потому что потерю главной почки дерево компенсирует усиленным ветвением и усиленным плодоношением следующий момент который следует помнить желающим посадить колоновидную яблоню такие деревья при проведении обрезки повторюсь требуют бережного отношения к верхушечной почки и расстояние между растениями минимум 70 сантиметров максимум метр только в таком случае посаженные в ряд ваши колоновидные яблони будут смотреться очень красиво очень презентабельно данный прием называется создание плодовой стены высаженные с таким небольшим расстоянием в один ряд деревья смотрятся красиво как ранней весной во время цветения так и поздним летом осенью во время созревания урожая по одиночке эти растения смотрятся разве что в виде солитеры где-нибудь на лужайке или на краю участка но они тогда теряются вот такие особенности выращивания колоновидных яблонь у нас в республике что же касается выращивания колоновидных так называемых колоновидных смородин крыжовников и так далее это всего лишь прием формировки не более того колоновидных смородин к сожалению не существует как чисто колоновидных черешен вишень алычи сливы и так далее большое спасибо за внимание надеюсь информация оказалась для вас полезной я надеюсь на обратную связь от вас пишите нам пожалуйста сообщение ставьте лайки и подписывайтесь на канал про цветок всегда буду рада помочь вам